В общем, Бератичку электродрели заводили, он узнал, что такое смерть, наконец. Поставили ему климо в виде трезуба. Да, и его, короче, с кенджиком он лежит, а она у него кенджик-то притырила. И говорит, что он не сетит. Он такой волшебный кенджик какой-то. Да хера его знает, он там никак вообще. А на нём дьявольское тавро. В виде трезуба. Да, трезуб. Может, бан***ец, хера вас твари знает. Ну, как мы помним, Саурон был представителем Евросоюза. Да. Я тоже заглядывал в будущее, блин. Если что, спойлер, спойлер – это не трезуб, это карта. Куда идти или что? Я не знаю, как можно в этих черточках опознать какой-то указатель, потому что он у тебя показывает в любую сторону какую-то картинку повернёшь, соответственно, и указывать он не будет никуда. Не, ну там дальше она типа на наковальне нарисована, но с наковальней, которая к полу приколучена, наверное, можно понять, что идти налево куда-нибудь. А так – непонятно. Короче говоря, это очень странная хрень. Нет, это именно карта. Это даже не указатель – это именно что карта, как нам скажут, которая сделана при помощи тёмного наречия. Тёмное наречие придумывает Моргат перед третьей эпохой. Ой, Моргат. Саурон в Мордовии. Это мордовский язык. Удивительно. Да. А тут ничего ещё не было. Они просто, блин, короче говоря, это всё мелочи. Она повела отделение эльфов в количестве девяти человек, сама десятая, она их повела куда-то через Северный полюс. Она куда-то повела их на Яростный Север искать Саурона. Где теряются следы этого самого Сауруна? Вы бы хоть показали, где следы, куда идут из точки А в точку Б, что их туда ведёт, блин, через какую-то херню плетутся по снегу, неясно куда. Кольчужные капюшоны на голой башке у всех вот там. Да, дальше лезут на какую-то гору там с этими альпинштоками или как это правильно называется? Не сняв ватных башмаков. Ватный башмак втыкается, как кошка полез немедленно, но эльфы страшно сильные, конечно. Да, тут базару нет, там срываются. Главное, эти девятеро стоят, смотрят, вектор, дрель, неостановительно, вперёд там вот… С кинжалом, что характерно, без альпинштоков, с кинжалом, блин. Как в мультике «Капитан Врунгель» на вулкан лезли бандиты, и только сзади мелкий бандит такой. Ну, что за бред, ёлы-палы, на ледяную стену в «Игре престолов» и то веселее лезли эти… Одинчалые. Одинчалые. Одинчалые, в рванине во всяком, а эти что? С доспехами, с мечами какими-то, тихие уши. Мечи – всё, как ты любишь. Вот с такими рукоятями, вот просто вот такая рукоять торчит из-за спины. Друзья, вы как представляете, такой меч можно выдернуть оттуда? Самое главное – нахера вам при таком клинке такая рукоять? Вы что им делать-то собираетесь вот такой рукоятью? А как его вынать-то оттуда? Не знаю, не знаю. В общем, это какие-то горные ягеря или фисты. Да, и дивизия «Идельвейс» идёт. Точно. И вот они идут, два хера и верблюд. Зокальт как бы они напевают. Ну, и БДСМ «Кольчуги на голое тело». Сука, там же холодно. Там действительно Зокальт. Никаких сомнений, блин. А эта жаба, значит, уже без ничего стоит, там карту разглядывает какую-то. Эта компания тебя заходила до конца мира. Но никто, кто старался искать за этот последний «Стронгхолд», никогда не нашел ничего. Это было лет, когда последний «Орк» был предназначен. Не возможно, что другие команды правы? И наш враг не больше. Звук закрывается. Сколько долго живое тело дождь, где даже солнце боится. Я говорю, вам шапку одеть надо. Вы этого видели? Учки какие уже нехорошие. Вот эти вот. Атарс. Атарс. И причём этот то ушастый ей объясняет там трезво, а ничего не слушает. Тут как-то вот с моей точки зрения роль командира… Про роль командира уже напоминали. Хороший командир – художественный фильм «Апокалипто». «Вот нормальный командир, все его боятся. Прыгаем, разобьёмся». Прыгаем. Прыгаем. Вот прекрасное руководство на уровне подобных граждан. А это что такое? А почему они её слушаются? А кто она им такая? А чего они за ней идут? Да вообще не понимаем, что они за ней идут. Неубедительно! Она вообще-то имела право чем-то командовать к тому времени, потому что она была 7-тысячелетний ветеран войны с кличкой «Дева-муж», потому что она была гигантского роста, под два метра, и чудовищной просто физической силой, в силу того, что она, опять же, не человек ни хера. Мрыня. Только нормальная. Да. Поэтому её, просто все эти пиздоты эльфийские, она была её в 10 раз младше. 700 лет, щенок. Да. И поэтому, да, вот здесь ничего не понятно. Какими такими качествами она обладает, что такие приказы её беспрекословно слушаются? Она может делать так лицо. Вот так вот. Ты можешь так делать лицо? А она может. Недолго. А она уже там сколько смен с таким лицом ходит. И вот пурга, снег, а я кольчугу на башку одену железную, блин, и что? Станет тепло. А потому, что она в звёздочках кольчугу. Ты в неё, что кольчуга у неё в звёздочках вся. Это важно, да. А значит, от неё лучше. Она такая вся волшебненькая. Пипец, блин. Дальше чисто художественный фильм про Метей. Залезли в какие-то адские подземелья. Давайте разойдёмся по одному в разную сторону. Нет, самое главное, что… О, это же точно крепость Саурона, кстати. Как ты узнала? А вы не знаете… То есть, вы или знаете, что это крепость Саурона, тогда вы знаете, где она, потому что у вас есть феномен карты, я сам видел. Да, да. Или вы не знаете, что у Саурона есть крепость тогда, как вы это определили? И в любом случае вы видите что-то нехорошее, и вы просто туда залезли без разведки, даже не осмотревшись. А не надо ничего разглядывать. Это здесь такое зло, говорит эта баба, что даже факела не греют. А ты откуда знаешь? Но она разбирается. А, здесь холоднее, чем в других местах. Вот это находка, блин. Вот это да. Даже непонятно, а наименее ценного члена коллектива на разведку не надо посылать? Нет? Нет, посмотри, хоть сходи. Может тебя покусает кто, или даже сожрёт. Да я похер, блин. Идиоты. Вот в любом проявлении – идиоты. И там уже за ними кто-то из-за угла посматривает. А вот вы живёте в мире, где безо всяких преувеличений обитают натуральные чудовища, и вы знаете о том, что они есть. Вам не интересно никак? Есть они там? Нет? Может зайца какого пустить туда? Птицу? Я не знаю, что там у эльфов принято, но даже люди так не делают, блин. Кстати, у вас же палантир есть. Вы при помощи палантира можете смотреть куда угодно по видеочату, вот просто куда угодно. Он в прошлое плохо заглядывает, он может с искажениями давать, а в смысле сейчас вы можете посмотреть куда угодно. Вы, может, сначала посмотрели бы по этому палантиру, куда мы идём, нет? Нет, неинтересно. И вы же внезапно узнали, что вы смертные, вас убить можно. И более того, уже перехерачили тысячи. И там сидят чудовища, а здесь заложена дверь. Как ты узнал это, блин? А остальные что? Бам! Ломайте, блин. Увидела себя в отражении, ломайте, пошли дальше. Да ядрит твою мать, блин! И чего? А какой-то ишак с луком пошёл куда-то в сторону. Кстати, у эльфов главное оружие был лук, лук только один. Да. А остальные с саблями, с вот этими пятерными ручками, блин, что это такое? Какая-то херь. Ну, в общем, нашли наковальню, полили воды, и проявился знак. Самое главное, что вода начала испаряться яростно, как будто она раскалённая, горячая, а говорят, что она холодная. Жуткий холод вокруг, да. Ничего не понимаю. И факела не греют. Увидела знак – здесь был Саурон, блин. И вырезанный половой орган, надпись «Х», «Отъебал я вас на пне, вот и справочка при мне». У! И всё остальное. В общем, юный эльф её всё время отговаривает, пойдём назад уже, ну сколько можно, блин, она не хочет. Откуда ты овца знаешь, куда нужно идти? Он же с севера мог пойти вообще в любую сторону. Бля, ничего не объяснили. На юг, на запад, на юго-восток. Почему именно дальше на север нужно идти, почему? Я вспоминаю художественный фильм «Взвод», помнишь? Да. Где-то перед финальной атакой толковые вьетнамцы бегут по лесу, и у них из окорённых палочек-веточек стрелы, которые они там в джунглях вешают всё время, чтобы идущие сзади, вот стрела показывает – туда идти надо. Вьетнамцы толковые, вот там понятно. А вот эта вот нацарапана – ты точно уверена, что это указатель, который в сторону какую-то? Может, это киса и ося тут были? Были здесь. Да. Что и чё? Ну, самое главное, что нам же даже не говорят, что это? Нам говорят – это след. Вот так вот отсюда вот, если один след здесь – 360 градусов, можно идти куда угодно. Вот если бы был след здесь недельный, а вот тут пятидневный, было бы понятно, что так как этот раньше, этот позже, он шёл туда, по крайней мере, два дня, ну хоть примерно понятно. А тут вы нашли одну точку, он дальше на севере. Почему? Чуть позже она будет кричать – он на юге. Когда вы так поменяли своё мнение, девушка… Как интересно. Да.